Приветствую с моими друзьями и гостями канала. Всем огромный привет. И вы любите у меня квартиры на Мамайке. Потому что на Мамайке сейчас строится школа. Это первое. Второе. Есть детский садик. До моря всего лишь 100 метров. И находимся мы с вами на улице Полтавская. Которая прям совсем близко до всего. Давайте попробуем посмотреть, что же интересного у нас здесь есть. Ну, первое, ребят, смотрите. Мы с вами заходим. И вот здесь у нас будет стиральная машинка. Она, кстати, входит в стоимость. И, само собой разумеется, она будет здесь стоять. Следующее. Посмотрите, какой просто огромнейший шкаф. Он еще и глубокий. Просто огромный шкаф, ребят. Чтобы вы понимали. Огромный, огромный, огромный шкаф. Кстати, в этой квартире никто не жил. В этой квартире никто не бухал. В этой квартире никто ничем не занимался. Потому что данный инвестор, он покупает квартиры, делает ремонты. Потом делает ремонты хорошие и продает. Вот, например, я считаю, что санузел просто на твердую пятерку. Ну, посмотрите. Даже такие мелочи, да, вот такой, как кораблик. Все покупает, все делает. Потому что у него концепция простая. Покупает квартиру, к примеру, убитую. Делает нормальный ремонт, который было бы не стыдно показать. И потом, соответственно, уже вам продает. Тем людям, которые ленятся, ленятся, которые боятся ремонта как огня. Но которые хотят купить квартиру с хорошим ремонтом. Им не нужно там а-ля колхоз, там бабушкин обои и тому подобное. Им нужен хороший, добротный ремонт. Вот именно для вас есть люди, которые занимаются вот таким вот видом инвестирования. Итак, квартира 48 квадратных метров. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Кухня. Да, кухня, в принципе, хорошая. Единственное, что... А, доводчик есть. О, еще и есть, есть у нас и посудомойка. В общем, кухня действительно классная. Зачетная. Плюс еще вот здесь диванчик этот раскладывается. Можно при желании спокойно его разложить. Давайте я покажу вот с угла. И спокойно можно. Кстати, здесь вот люстр не хватает. Люстру привезли бракованную. И сегодня ее повесит. Уже повесили, ну, как бы другую люстру. Пришлось ждать две недели. А вот холодильник у нас спрятался вот именно здесь. Что касается вида. Вид у нас идет на речку. Здесь мы с вами видим живой комплекс. Здесь мы видим с вами проблемные объекты. Здесь у нас вид на церковь. В общем, все хорошо и добротно. Вот на этой площадочке ничего строиться не будет. По одной простой причине. Потому что, потому что жесть жестянская эту землю сейчас, как бы, отводит под парковку. Посмотрите, даже как все хорошо и добротно сделано даже на балконе. Все. Понятно, что кухня нормальная, хорошая. Однозначно придраться не к чему. Даже если посмотреть технику, техника вся хорошая. Да, вот, например, даже я себе, думаю, не стал ставить такую большую. Да, вот, например, для тех людей, которые готовят, просто на них это просто удовольствие. Вот. Ладно. И зал. Это большая, получается, обычная однокомнатная квартира. Это не евро-однушка. Это не евро-двушка. Это не какая-нибудь студия. Это просто хорошая, нормальная, полноценная однокомнатная квартира в хорошем месте, где в пешей доступности море. Где есть возможность выйти, в конце концов, и погулять. Вот она шикарная набережная. И посмотрите, как все красиво оформлено. Я считаю оформление на твердую пятерочку. Адрес у данного дома Полтавская, 50. Кто-то скажет, Макс, Макс, сколько же стоит такая квартира с таким офигенным ремонтом? Потому что никто сейчас в комментариях не напишет, что это а-ля колхоз. Никто из комментаторов не напишет, что ремонт на любителей. Я бы себе такой ремонт не сделала. Я прекрасно понимаю, что это тот случай, когда никто из вас в такую ерунду не напишет. Потому что действительно, ремонт офигенный. Устроит и бабушку, и молодую пару, и в конце концов студентку какую-нибудь. В общем, устроит всех. И данная квартира стоит всего лишь 9 миллионов 500 тысяч. Сразу говорю, торга нет, ребят, от слова совсем. Как бы если хочется дешевле квартиру. Вот вы можете за эти деньги купить квартиру в черном варианте, например, в Посейдоне. И то чуть подороже вам выйдет в черном варианте, стоит 210 тысяч рублей за квадрат. Вы можете там попробовать купить и сделать такой же ремонт. Такой ремонт выйдет вам с техникой, с мебелью, со всей своей ерундой. Примерно 60 тысяч рублей за квадратный метр. Плюс еще у вас будут определенные нервы. Нервы, нервы, еще раз нервы. В общем, 9,5 миллионов рублей. Квартира шикарная. В эту квартиру хочется приехать. Спокойно в этой квартире жить. Ты знаешь точно, что ты ее купил. И ты ее потом в последующем можешь всегда продать. Притом не дешевле, чем ты ее купил. В общем, тот случай, когда действительно квартира стоит своих денег однозначно. Другое дело, что все из вас мечтатели хотят купить квартиру с таким ремонтом, свежим, чтобы никто не жил, с таким диваном. Все хорошо, чтобы было. Но при этом типа срочная продажа и готовы такую купить квартиру за 3,5 миллиона рублей. Ну, ребят, волшебства не бывает в Сочи. Данный сегмент, я не сказал, что самый популярный. Самый популярный сегмент у нас 3,5 миллиона. Ну, этот сегмент тоже пользуется спросом. И тоже многие именно готовы рассмотреть себе хорошую квартиру до 10 миллионов. Конечно, на эти деньги можно купить где-нибудь квартиру на целинной, в 100 квадратных метров. Там просто с видом на море, все, в жилом помещении. Ну, ребят, здесь плюс то, что до моря идти 2 минуты. Плюс это автобусы, это хорошая развязка. Это когда окно открыто, оно сейчас открыто. Тишина и спокойствие. Ничто не гудит, ничего вас не раздражает. Ну, и, конечно, это одно из топовых мест для того, чтобы можно было жить. В Центральном Сочи на ровной поверхности. Соседи все хорошие, достойные, все приличные. В общем, закончилось то время, когда Мамайка был один из самых отстойных районов. Сейчас Мамайка это топчик. Топчик, ребят, 100% топчик. И дом Полтавская 50, это тот дом, который у нас строили сербы. Хороший, качественный дом. И действительно здесь хочется жить, хочется иметь квартиру. Но халявы не бывает. Если хочется подешевле, вы можете зайти в стройку, которая называется Каньон 3. И приобрести аналогичную квартиру всего лишь за 7 миллионов рублей. Но вам нужно будет дождаться конца стройки. И нужно будет еще попробовать сделать ремонт. Сегодня я покажу квартиру тещину. Потом я вам скажу, во сколько вошелся ремонт. Вы просто офигеете. Хотя я бы не сказал, что у тещи ремонт в разы лучше, чем этот. Потому что пока еще нет таких оригинальных светильников. Ничего такого нет. И уже как бы получилось очень даже накладно. Поэтому, ребят, хорошие ремонты стоят денег. Другое дело, что не каждый готов жить в квартире с хорошим ремонтом. Потому что с хорошим ремонтом, соответственно, квартирки у нас гораздо дороже. Все, ребят. 9,5 миллионов рублей. Это 200 тысяч рублей за квадратный метр. Мамайка в двух минутах ходьбы от моря. А теперь всем пока и спасибо за просмотр.